МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости от информационного агентства Курганру в студии Елена Шевкунова. Правительство региона и корпорация современной технологической системы заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Как и от этого преимущества, расскажем прямо сейчас. 14 сентября правительство региона и корпорация современной технологической системы заключили пятилетнее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Это стало результатом активного сотрудничества руководства области и кампании по снижению тарифной нагрузки по электроэнергии на территории Зауралья. По взаимно проделанной работе состоялось уже несколько заседаний госкомиссии. Минэнерго даны положительные заключения по результатам от реального заседания комиссии. Есть техническая возможность объем потребления электроэнергии Курганской области объединить с объемом Тюменской области, Хантамансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это даст возможность снижения тарифов на территории Зауралья. Это работа скрупулезная, не так быстро, как всем нам бы хотелось, но должен выразить свою благодарность руководству компании, что они самые-самые активные меры для этого предпринимают со своей стороны. При этом надо подчеркнуть, что ведется работа по увеличению налогооблагаемой базы, увеличению социальной ответственности предприятий энергетической сферы и развития производства. Думаю, что после подписания соглашения у нас наше сотрудничество с компанией значительно улучшится, приобретет дополнительный импульс для того, чтобы можно было развивать энергетический комплекс на территории Курганской области, тем самым заниматься увеличением инвестиций на территорию области. Заключенное соглашение направлено не только на улучшение инвестиционного климата в регионе, но и формирование инновационной инфраструктуры, реализацию общественно значимых проектов и инициатив, создание новых рабочих мест и формирование положительного имиджа Зауралья в межрегиональном и международном информационном пространстве. Валерия Печорских, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курганрум». Десять школ Зауралья получили новые автобусы. Ключи вручал губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Валерия Печорский знает подробности. Курганская область получила для школы 10 автобусов марки «ПАЗ» и 35 марки «ГАЗ». Это почти полсотни новых транспортных средств, чтобы маленькие зауральцы могли беспрепятственно и с комфортом добираться до места учебы. По федеральной программе, как уже было озвучено, выделено 45 оборудованных современных школьных автобусов. Сегодня мы вручаем первые 10 автобусов. В ближайшее время будут вручены еще 35 школьных автобусов. Также по федеральной программе мы получаем 9 машин скорой медицинской помощи. То есть программа активно реализуется. Ключи от новеньких «ПАЗ» получили представители трех школ-интернатов. Это Шумихинская специальная, Шадринская специальная номер 12 и Далматовская санаторная. И шести образовательных школ. Это Весчано-Калединская, Сафакулевская, Мишкинская, Лисьевская, Половинская, школа номер 4 города Щучья и номер 26 города Кургана. На этом обновление автобусного парка не закончится. В областном бюджете на 2017 год у нас также заложены соответствующие сигнования по дальнейшей реализации, по приобретению школьных автобусов для школ, для школ-интернатов. Сегодня школьный автобусный парк в Заурале насчитывает почти 500 транспортных средств. Все они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Подвоз детей осуществляется в 284 школы из 829 населенных пунктов. Сумма всех маршрутов превышает 23 тысячи километров. Отметим, что за последние пять лет в области было приобретено 135 автобусов. В этом году в бюджете региона на эти цели заложено еще 7 миллионов рублей. Планируется приобрести 4 автобуса. Валерия Печорских, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курганру». Еще два населенных пункта Курганской области соединены дорогой с твердым покрытием. В приемке объекта принимала участие съемочная группа информационного агентства «Курганру». Пригород Кургана. Село Лукино. В трех километрах от него находится село Патронное. Прежде их соединяла грунтовая дорога, которую в непогоду развозила. Машины приходилось вытаскивать на боксире. Без сапог местным жителям было не пройти. Сейчас проблема решена. Зауральские дорожники построили дорогу с твердым покрытием. Строительство этой дороги осуществлялось в рамках программы Курганской области развития автомобильных дорог. Расходы на ее строительство составили около 64 миллионов рублей, в том числе 12 миллионов рублей. Это средства областного бюджета. Дорога полностью благоустроена. Она обеспечена электроосвещением, остановочными комплексами для пассажиров и автобусов, асфальтированными пешеходными дорожками. Также построены съезды к 173 частным подворьям. Работы вели зауральские автодорожные организации. Это позволило сохранить в них рабочие места, обеспечить поступление дополнительных налогов в местные бюджеты. В Патронном и Лукино проживает около 300 человек. Помимо них дорогой пользуются владельцы дачи и домов индивидуальной застройки. Мы очень рады. Мы благодарим подрядчиков, особенно в Аргашинской ДРСП. Люди вообще очень отзывчивые. На каждую просьбу отзывались только сразу, по первому звонку. У меня не жители, я думаю, тут одно. Здесь, конечно, все за, все рады. По мнению экспертов, после строительства асфальтированной дороги земля в окрестностях станет более востребованной. Есть надежда, что здесь появятся новые дома, а может быть и новые производства. Кроме этой дороги в Курганской области в этом году уже завершено строительство моста. В Макроозовском районе через реку Малый Кизак протяженностью более 200 метров. А также завершается строительство дороги в Белозерском районе. Это Боровское, Зюзино. Кроме этих объектов в Курганской области в этом году планируется построить 45 километров автодорог, соединить 12 населенных пунктов с общей численностью населения, более 2300 жителей. Работы ведутся за счет средств Дорожного фонда Курганской области и межбюджетных трансфертов и субсидий из федерального бюджета. Алексей Старцев, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство Курганру. В Заурале принимают антикризисные меры. Участники программы «Жилье для российской семьи» теперь могут получить ипотеку под 5% годовых. Соответствующие изменения уже внесены в подпрограмму развития ипотечного жилищного аккредитования в Курганской области. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Участники программы «Жилье для российской семьи» теперь могут получать субсидии на снижение процентных ставок ипотечного кредита до 5% годовых при приобретении квартир в строящихся и вовновь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах. Мера принята на одном из заседаний правительства Курганской области в июле этого года. Первые шаги граждан – обратиться в органы местного управления. То есть, эти органы должны определить, является он льготником или не является. Далее в органах местного управления его ставят на учет, соответственно, и выдают постановление, то, что является участником данной программы. С постановлением в руках будущим собственникам жилья нужно прийти в Курганскую ипотечную жилищную корпорацию. Всего в рамках реализуемых проектов строительства приобрести жилье по льготным ценам смогут около 2,5 тысяч зауральских семей. Квартиры можно приобретать как за счет собственных, так и за счет заемных средств. Это зависит от решения граждан. 5% годовых – это вообще, можно сказать, подарок. То есть, под такие процентные ставки, то есть, если по областной программе и то 7,5 уже считается, в принципе, хорошо. То есть, если банк выдает под 12,5, а человек берет под 7,5, а тут под 5%. Изменения в подпрограмме направлены на повышение доступности жилья с использованием льготного ипотечного кредита, а также развитие жилищного строительства в регионе в целом. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. 53 курганских семьи переехали жить в Китово. В причинах разбирался корреспондент нашего информационного агентства. Переезд состоялся в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сменить населенный пункт вызвались сами переселенцы. Один из них – Наталья Гуделева. В Кургане она жила в районе КЗКТ в доме номер 12 по улице Невежина. Это старый двухэтажный шлакоблочный дом сталинской застройки. Все же сыпется и валится. Переезд из областного центра в Китово – осознанное решение. Принятое на семейном совете. Мы все-таки с мужем пенсионеры. Нам хочется воздух свежий. Внуки, чтобы к нам почаще приезжали. В общем, город уже от города устали. Хочется пожить. Природа великолепна. Все рядом. Табул рядом. Бор рядом. Пожалуйста, дачу здесь купи. В общем, нас это вполне вообще устраивает. Дом расположен почти в центре Китово. Рядом двухэтажный супермаркет. Поэтому проблем с продуктами не возникнет. Если будет желание, можно купить свежих яиц у соседей. Под окнами – частный сектор. По утрам там заливаются петухи. Словом, сельская идиллия. Настоящая романтика. С просторных балконов открывается красивый вид. Луга и леса. И бескрайнее небо. Здесь очень легко дышится. Подъездные пути к дому заасфальтированы. В доме – детская площадка. К дому подведены горячая и холодная вода, газ, канализация, централизованное паровое отопление. Всего в четырех подъездах 59 квартир. Это двух-трехкомнатные жилые помещения. В них проведена чистовая отделка. Установлена сантехника. Наклеены обои. На полу постелен линолеум. На окнах стеклопакеты. Кухни – 11 метров. Мы качеством очень довольны. У меня сын сам строитель. Он посмотрел, как девочки здесь, какое качество вообще. Все очень, говорит, на высшем уровне. Новый дом – вторая очередь микрорайона. Всего их будет три. В Китово ведется комплексная застройка. Это удешевляет жилье и позволяет создать для людей более комфортные условия. Им понравилось место, понравился дом, понравились условия. Поэтому у нас появилась у людей возможность выбора. И они выбрали, что они будут жить в селе Китово. Нас очень радует. Село Китово прибавляется. Будет больше жить людей, больше населения. И мы, наверное, создадим все условия, чтобы здесь жизнь была лучше, доступнее, комфортнее. 35 миллионов рублей на строительство дома в Китово выделил фонд, содействуя реформированию ЖКХ. 22 миллиона – областной бюджет и 11 миллионов – бюджет города Кургана. Вводом в строй этого дома этап реализации областной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2015-2016 годы будет почти завершен. До конца года остается сдать еще несколько домов в трех муниципальных образованиях. Это Макушинский район, село Степное. Мы вводим три дома. Срок окончания работ к 1 октября. Также вводим два многоквартирных дома. Это город Щучье. Порядка 179 квартир. Тоже срок окончания работ у нас 25 сентября. И вводим три многоквартирных дома. Это в городе Шадринске. Действие программы завершится в 2017 году. До этого момента из ветхого и аварийного жилья планируется переселить порядка 600 семей из Кургана и 250 семей в Шадринске. А всего по программе, это этап 2015-2017 года, средства порядка 3,5 миллиардов рублей. Алексей Старцев, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство Курганру. На заседании Комитета областной думы по законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели предложение Курганской гордумы ужесточить наказание за нарушение тишины в ночное время. Сейчас штраф составляет от 500 до 1000 рублей. Депутаты же предлагают увеличить его в разы. Для граждан желание пошуметь после 23.00 может обойтись в сумме от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 4 до 6 тысяч, а юридическим от 6 до 8 тысяч. Такая необходимость возникла из-за регулярных жалоб курганцев на уровень шума в ночное время. В частности, много вопросов вызывали молодые люди, собирающиеся на парковке около торгового центра Пушкинский. Местные жители постоянно делали замечания по этому поводу и просили компетентные органы разобраться в ситуации. Внесение рассмотрения Курганской областной думы настоящего законопроекта связано с небольшим размером штрафов и увеличением количества административных правонарушений за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. Так, за 2014-2015 годы в городе Кургане составлено 384 административных протокола, за полгода 2016 года уже 191 протокол. 13 сентября в Кургане в торжественной обстановке были открыты после капитального ремонта два участковых пункта полиции, расположенные по адресам улица Краснодонская, 5А и улица Красина, 88. Всего на территории Кургана 15 участковых пунктов полиции. Задача стоит отремонтировать их все, обеспечив таким образом комфортные условия для работы сотрудников и приема граждан. В церемонии открытия участковых пунктов полиции принимали участие первые лица города, личный состав ОМВД, представители Общественного совета при ОМВД России по городу Кургану и жители города. Участковый из Кургана признан одним из лучших в России. В Алтайском крае завершился всероссийский конкурс профмастерства среди участковых страны на звание лучшей по профессии. В жестком отборе, пройдя сложнейшие испытания и проверки, представитель из Кургана занял второе место. Серебряным призером стал участковый из 1-го городского отдела полиции Андрей Тюленев. Всего было 5 дисциплин, 5 специальностей. Это была специальная подготовка, знание нормативных актов. Второе – это была технико-криминалистическая тактика. Показывали знания по криминалистике, по использованию средств связи. Третье – это медицинская подготовка. Были теоретические вопросы, были практические задания по оказанию первой помощи. Далее у нас была огневая подготовка, также была теоретическая часть, была сама непосредственно огневая подготовка. И заключитель у нас была эта физическая подготовка. Там издавали самбо, боевые приемы борьбы, подтягивания и кросс на один километр. Всего в состязаниях приняло участие 84 полицейских со всех регионов страны. Сразу становится понятным, что выбирался лучший из лучших. Все победители получили ценные подарки. Представитель Зауралья увез домой качественный мультимедийный комплекс. В Шадринске открылась выставка курганского фотомастера Эдуарда Кутыгина. О своих впечатлениях расскажет наш корреспондент в своем материале. Как сделать так, чтобы то, что человек видит изо дня в день, не переставало волновать его воображение и не теряло характер новизны? Порой, чтобы заново открыть для себя окружающий мир, нужно окунуться в него в неожиданное время суток или уловить необычное для восприятия состояние природы. Такой ответ на этот вопрос дает фотограф Эдуард Кутыгин. Более того, он, благодаря своим работам, помогает другим увидеть нечто необыкновенное в, казалось бы, давно привычном. Новая выставка фоторабот Эдуарда Кутыгина начала работать в Центральной библиотеке имени Зырянова в Шадринске. Многие уже привыкли, что обычно автор представляет свои творения на железнодорожном вокзале. Но в этот раз, благодаря инициативе сотрудников библиотеки, место проведения выставки изменилось. Как говорит сам фотограф, однозначно к лучшему. Аура места, она, как ни странно, но, в общем, она играет определенную роль. Поэтому здесь своя публика. Это интересно встречаться с новой публикой. Во-вторых, здесь теплее. Здесь нет посторонних людей, здесь нет шума. И здесь, кстати, гораздо лучше все освещено, чем на вокзале на самом деле. Фотографии, к сожалению, очень бликует на вокзале. Но надо носить разную одежду, кушать разную еду. Не должно быть все одинаково. На открытие пришли друзья фотографа, его коллеги, актеры, художники. В том числе начинающие, читатели библиотеки, представители городской администрации и многие другие. Директор художественной школы имени Бронникова Виктор Долгушин начал свою речь с признания. Признание автору в том, что ему очень нравится его творчество. Он рассказал, что когда смотрит на фотоработы Эдуарда Кутыгина, он погружается в другой мир и меняется сам. Взгляд его необычный. Это выдержанная точка зрения. Это выдержанный момент. Это глубина понимания этого момента. Потому что работы несут в себе духовность большую, какую-то философичность. Сам Эдуард Кутыгин в своем приветствии пожелал не ограничиваться тем, что мы видим, а стараться шире и чаще смотреть на этот мир по-другому. Чаще путешествовать в наши родные края. Иногда очень интересно путешествовать в небольшие населенные пункты, которые, скажем так, на краю света. Особенность их в том, что порой так, как ни странно, происходит, когда туда приезжаешь, как будто ты на машине времени попадаешь в совершенно другой мир. Все фотографии, представленные на выставке, были отсняты в Шадринске и его окрестностях в радиусе 350 километров. Поэтому она и названа «Путешествие в родину». Кстати, и предлог «в» в названии употребляется не случайно. «Путешествие на родину» – это своего рода путешествие по поверхности. А путешествие в родину – это путешествие в глубь. Глупь, она, конечно, у всех очень разная, но вот у меня вот как-то так. Это как своего рода путешествие в свой мир фантазии, мыслей, мир ощущений. Поэтому путешествие в глубь. Не знаю, насколько глубоко это получилось, но вот можно увидеть, как это получилось своими глазами. На стенах читального зала 72 фотографии. Среди них традиционные для фотографа пейзажи и художественные портреты, которые особенно заинтересовали посетителей выставки. Что интересно, среди гостей библиотеки были и сами герои фотографий. Вот мне почему она, эта фотография, нравится. Вот здесь все написано в глазах, что у человека произошло. Вот я думаю, многие люди говорили об этом. У тебя, Валера, что-то произошло. Я говорю, естественно, неделю, как умер мой любимый кот, понимаете? А кот – это семья, понимаете? Это член семьи. Не важно, кот, собака. Правда же? А он об этом, конечно, Эдуард не знал. Мне портреты очень понравились, потому что раскрывается внутреннее содержание человека. Многие отмечали, что фотографии – это еще и огромный труд. Как рассказал Эдуард Кутыгин, если из 800 снимков можно будет выбрать 10 действительно хороших, это большая удача. На подготовку выставки также ушло очень длительное время – около полугода. На плоды этих трудов шадринцы и гости города смогут полюбоваться в Центральной библиотеке в течение двух следующих месяцев. Тоже, честно, волнительно принимать выставку такого художника в библиотеке. Готовить выставку было очень интересно, да, такой вот неделя восторга. Ну, сейчас, я думаю, что пусть восторг будет в глазах наших читателей, посетителей библиотеки. Светлана Епифанова, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». В Курганском театре драмы состоялась премьера. Артисты презентовали камерный спектакль для школьников. На премьере побывала наша съемочная группа. Официально 74-й сезон Курганского драмтеатра откроется 7 октября. Однако для некоторых зрителей двери театра открылись уже сейчас. Молодежный состав труппы представил новый спектакль. Он назван как стихотворение Маяковского «Послушайте». Постановку осуществила режиссер Любовь Савина. Она поставила перед собой непростую задачу – показать мир подростков глазами самих подростков. Что их беспокоит? Чем они живут? Каков их мир? Мир, к которому мы порой, взрослые, относимся равнодушно. И поэтому наши артисты и наш режиссер Любовь Савина хотят достучаться до сердец каждого взрослого – учителя, родителя. Нам нужно послушать их. В основу спектакля положены сочинения старшеклассников и стихи известных русских поэтов. Темы вечны. Первая любовь и отношения отцов и детей, поиск своего места в жизни, построение планов на будущее. В постановке задействованы молодые артисты-труппы, в том числе только что прибывшие выпускники Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева. Для них этот спектакль стал дебютом на курганской сцене. Первыми постановку посмотрели учащиеся гимназии номер 19. С театром курганским драматическим мы дружим на протяжении уже долгих лет, но лет 18 – это точно. И с этим театром мы пережили трудные времена, они были частыми гостями в нашей гимназии. И мы – бессменные зрители нашего театра. Гимназисты смотрели спектакль с вниманием. На сцене они видели себя. После просмотра подростки, наверное, нашли ответы на многие свои вопросы. В наш театр ходим с удовольствием. И хочется пожелать театру успехов, новых творческих побед. Ну а мы с удовольствием будем хорошими зрителями. Валерия Печорских, Николай Волков, Андрей Глацерин, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру». О том, какой приговор вынесли паре курганцев за организацию азартных игр и почему россияне стали больше работать и чаще болеть, вы сможете узнать, посетив наш сайт «Курган.ру». Эти и другие новости читайте также на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Впереди вас ждет прогноз погоды и рекламный блог. Всего доброго! Справедливая Россия выступает категорически против поборов на капитальный ремонт. Я, Роман Бубаян, прошу вас проголосовать за «Справедливую Россию». Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. Дорогие курганцы, уважаемые избиратели, 18 сентября 2016 года в единый день голосований на территории всей России состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это важная веха в истории страны. От того, кого мы выберем в главный законодательный орган России, зависит дальнейшее развитие нашего государства, нашего города, а значит и наш с вами завтрашний день. Давайте все вместе придем 18 сентября на избирательные участки и отдадим свои голоса за кандидатов, способных изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Проголосуем за партию, которой доверяем. Проявим гражданскую позицию. Сделаем выбор в пользу динамичного и поступательного развития России. 15 октября. Областная филармония. Легендарный ВИА «Добры молодцы». Приятные воспоминания с любимыми песнями. Интернет-магазин Е-96. Бытовые дистилляторы от 4190 рублей. Идеально подходят для приготовления дистиллированной воды, уксуса и сгущенного молока в домашних условиях. Е-96. Заказывай и забирай. Почему Единая Россия? Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия. Где государства и граждане слышат и уважают друг друга. Где каждый может реализовать себя, свой талант. Потому что главное для нас – это люди. Самые простые, проживающие в городах и на селе. На всей необъятной территории нашей. Сделали Россию единой – сделаем Россию сильной. Почему Единая Россия? В основе политики Единая Россия – уважение к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, понимание государственных интересов России, приверженность таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное единство. Убежден, вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами. Но только в том случае, если будем слышать людей. Слышим людей. Сможем сделать. Единая Россия. Ну что, купил? Да. Давай, давай. Ну, давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Ком! И это, пожалуй, лучший интернет 4G. Быстрый интернет в смартфонах по суперценам. Уже в офисах Мотив. С 8 по 18 сентября в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского меда «Пасеки Кучаевых». При покупке одного килограмма меда, второй в подарок – пчелопродукты и деревенское растительное масло. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. С 8 по 18 сентября в ДК «Железнодорожников» работает ярмарка меда «Пасеки Кучаевых». При покупке одного килограмма меда, второй в подарок. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг синоптическая ситуация в Заурале обусловится ненастным влиянием мощного циклона. Это значит, что в небе региона будут тесниться тучи, прошумят осенние дожди, а температурный режим, благодаря южному ветру, немного повысится. В Екатеринбурге и Тюмени плюс 12-14, в Челябинске плюс 13-15. Кратковременный дождь. Днем в Кургане облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер южный 3,8 м в секунду, температура воздуха плюс 15-17. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм ртутного столба. 15 сентября солнечная активность умеренная, где магнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. 1000 рублей к пенсии каждому российскому пенсионеру. Справедливая Россия. За достойную пенсию. Интернет-магазин Столплит представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Детская Фред за 16 390 рублей. Столплит. Доступная мебель. 14 сентября выходит новый номер газеты «Зауральский курьер». Читайте в номере. Когда можно будет получать водительские права в 16 лет? От каких недугов спасают домашние животные? Где будет работать меховая ярмарка лучших российских производителей? «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. Предлагают попробовать за компанию. Поезд жизни уйдет без тебя. Продолжение следует.